Всем привет дорогие друзья! Начинаю четвертый урок по ремонту мобильных телефонов. В этом уроке я расскажу вам как проводить диагностику неисправности первичной и вторичной цепи, а также производить дополнительную диагностику. А если вы еще не подписаны на канал, то сделайте это прямо сейчас, чтобы ничего не пропустить. А мы начинаем. Итак, поехали! Во всех устройствах, таких как телефоны, фотокамеры, видеокамеры и многие другие, которые работают от аккумулятора, сокращенно АКБ, есть первичная и вторичная цепи питания. В этом видео мы подробно рассмотрим как устроены эти цепи и как их диагностировать на разных телефонах. Итак, что же такое первичная цепь? Первичная цепь питания это та цепь, которая напрямую подключена к аккумулятору. В смартфонах это микросхема контроллер питания, PowerIC и микросхема RFPA. То есть именно эти микросхемы подключены сразу от аккумулятора. Об этих микросхемах я рассказывал в предыдущем уроке. Кто не видел, обязательно посмотрите. Ссылка будет в описании. А в телефонах фирмы Apple это тоже микросхема контроллер питания, PowerIC и микросхема PWM, Tools with Modulation, что переводится как широтно-импульсный регулятор напряжения. В выключенном телефоне ток в первичной цепи всегда должен быть равен нулю. Для того, чтобы проверить первичную цепь питания, необходимо извлечь аккумулятор и на его место подключить лабораторный блок питания, сокращенное ЛБП, контактом вместо аккумулятора телефона, соблюдая полярность и выставив напряжение 4,3 вольта. Это напряжение полностью заряженного аккумулятора и ограничение по току 2 ампера, чтобы не пожечь контактные дорожки, если вдруг у нас окажется короткое замыкание по цепи, сокращенно КЗ, короткое замыкание. Для того, чтобы проверить первичную цепь на телефонах фирмы Apple используют специальные провода для подключения к ЛБП. Выглядят они вот так. Для каждого айфона свой провод подключения. Переходим непосредственно к диагностике, когда у нас есть отклонение и в первичной цепи есть потребление по току. И начнем мы с телефонов фирмы Apple. Первое. Ток 5 мА. iPhone 5 5C5SSE. Это вышел из строя триггер Шмидта. Эта микросхема убирает дребезг контактов, чтобы кнопка включения сработала один раз. По пятерке она стоит прямо под сим-картой. Микросхема с шестью ножками. Называется контакт. Hold K. Или другими словами, кнопка включения. На ней всегда 1,8 вольта. Это дежурное постоянное напряжение, которое есть всегда и подключение АКБ, сокращенно дежурка. Это и есть триггер Шмидта, который сидит на этом постоянном питании. В 5С она расположена рядом с разъемом кнопки включения возле сквозного отмерстия. Второе. Ток от 8 до 10 мА. Это вышел из строя компас. Эта сдвоенная микросхема стоит на небольшом выступе. Ее можно просто убрать и телефон начнет работать. При этом данная микросхема на навигацию никак не влияет. Если же вы будете прошивать айфон и у вас появится ошибка 21, при которой телефон не прошьется, то надо просто удалить микросхему компаса и повторить процедуру прошивки. Третье. Ток 20 мА. Это либо попала вода в телефон, либо телефон перешел в режим ДФУ, так называемый режим программирования или режим прошивки. При подключении к компьютеру в программе iTunes появится табличка, что телефон находится в режиме восстановления. Если никаких звуков и сообщений при подключении телефона к компьютеру нет, то это может быть неисправно сама память или на плате короткое замыкание. Чтобы это проверить, есть одна важная особенность. Если при таком токе снять NAND Flash, микросхему памяти с айфона, то он должен принудительно перевести телефон в режим восстановления . После снятия памяти при подключении телефона к компьютеру телефон в программе iTunes определится в режиме восстановления. Если же этого не произошло, то в телефоне короткое замыкание. Его надо найти и устранить. Как это сделать мы поговорим позже, когда будем разбирать дополнительную диагностику. Четвертое. Ток 68 мА. Это неисправная микросхема контроллер зарядки, так называемый Tristar в 90% случаев. Пятое. Ток от 300 до 600 мА. Это неисправный аудио кодек. Шестое. Ток от 600 до 1 А. Это неисправная микросхема PowerIC. Седьмое. Если же ток в первичной цепи более 1 А, то это говорит о том, что вышел из строя какой-то конденсатор, стоящий по этой цепи до PowerIC и PWM, так как обычно конденсаторы могут давать ток больше 1 А. При этом сам конденсатор должен сильно греться, и его можно определить на ощупь. С первичной цепью айфонов мы разобрались. Переходим к первичной цепи всех остальных телефонов. Итак, первое. Ток от 5 до 50 мА. Это попадание жидкости или режим программирования, прошивки. Второе. Ток от 100 до 120 мА у Самсунга. Это стабилитрон, стоящий по цепи питания. Необходим для устранения бросков напряжения по зарядке. Его нужно удалить. Он ставится рядом с плюсовым контактом АКБ. Третье. От 500 мА до 1 А. Неисправен PowerIC. Четвертое. Ток более 1 А. Это неисправна микросхема RFPA, либо пробит один из конденсаторов. Следующее, о чем стоит знать, это вторичная цепь питания. Это цепь, которая начинает работать только после нажатия кнопки включения. Для того, чтобы включить телефон от лабораторного блока, нам нужно плюс АКБ телефона подключить к плюсу лабораторника, а минус и рядом стоящие контакты АКБ, те, что до плюса, соединить с минусом лабораторного блока и нажать на кнопку включения. После нажатия на кнопку включения PowerIC выдает три напряжения. V-Core – питание процессора от 0,7 до 1 Вольта, V-Digit – питание цифровых устройств 1,8 Вольта и V-Ana – питание аналоговых устройств 2,8 Вольта. Принцип работы здесь такой. Сначала запитываются все микросхемы, после чего начинает свою работу тактовый генератор. Частота измеряется в мегагерцах. Он необходим процессору, чтобы понимать, когда ему выполнять следующие команды, которые он в свою очередь берет из памяти телефона. Если с программой все в порядке, то процессор дает обратную команду PowerIC и телефон включается. Если же есть проблемы с программой и процессор не может вычитать какой-то шаг действий, то он дает команду PowerIC и тот убирает все напряжения. На лабораторном блоке при нажатии на кнопку включения такой запуск будет отображаться как ток от 100 до 150 мА, который потом упадет на 0. Это говорит о том, что слетела прошивка. Для того, чтобы определить неисправность вторичной цепи, нужно сделать следующую диагностику. Первое. Подключаем телефон к лабораторному блоку. Ток при этом должен быть равен нулю в первичной цепи. Нажимаем на кнопку включения. Если у нас ничего не происходит, то А. Это обрыв самой кнопки включения и она не работает. Как мы помним, на кнопке включения всегда есть постоянное дежурное напряжение. И Б. Либо это обрыв первичной цепи. Для того, чтобы понять неисправность первичной цепи, достаточно замерить напряжение на кнопке включения и подключить телефон к зарядке и посмотреть изменения. Так как из предыдущего урока мы знаем, что зарядка является инверсной кнопкой включения, которая запускает телефон без нажатия на кнопку включения. Диагностика неисправности вторичной цепи на айфонах при нажатии на кнопку включения. Первое. Ток от 60 до 100 мА. И когда опускаем, падает на 0. То это скорее всего слетела прошивка, либо неисправна оперативная память, которая ставится вторым этажом над процессором. Второе. Ток от 150 до 170 мА. Это скорее всего режим рекавери. Режим частично поврежденной прошивки. Третье. Ток от 220 до 300 мА. Это вышел из строя 3STAR, контроллер USB. Четвертое. Ток от 500 мА до 1 А. Что-то вышло из строя. При этом греться будет повар оси. Но это не значит, что именно он неисправен. Это говорит о том, что неисправна может быть и другая микросхема. Тут нужна дополнительная диагностика. И телефон нужно полностью разобрать. Как проводить дополнительную диагностику, мы поговорим чуть позже. Пятое. Ток больше 1 А. Скорее всего попала жидкость и вышли из строя конденсаторы. Идем далее. Рассмотрим диагностику вторичной цепи всех остальных телефонов при нажатии на кнопку включения. Первое. Ток от 5 до 300 мА. Это слетела прошивка. Второе. Ток более 300 мА. Первое. Нужна дополнительная диагностика. Дополнительная диагностика. Чтобы ее провести, для начала разбираем телефон. Первое. Находим повара оси. Второе. Берем мультиметр и ставим его в режим прозвонки. Звуковой сигнал. И проверяем каждый конденсатор вокруг повара оси с двух сторон. Ищем цепь замыкания. Конденсатор должен пищать с двух сторон. Третье. Далее нам нужно определить, где у конденсатора плюс, а где минус. Для этого нам необходимо выставить мультиметр в режим измерения сопротивления. При этом черный щуп на землю массу, а красным смотрим с какой стороны конденсатора будет сопротивление чуть больше. Это и будет плюс. Запоминаем. Четвертое. Далее нужно припаять к этому плюсу проводок, а другой проводок к земле и подключить к этим проводам лабораторный блок питания в соответствии плюса и минуса. Выставив при этом напряжение 1 вольт, а ограничение по току 2 ампера. Пятое. Если ток будет меньше 1 ампера, то нам надо искать греющуюся микросхему. Шестое. Если ток будет больше 1 ампера, то надо искать греющийся конденсатор. Седьмое. Если ток сильно маленький, то для выявления греющегося элемента используют фризер, либо тепловизор, у кого он есть. Вот мы и закончили четвертый урок по выявлению типичных неисправностей первичных и вторичных цепей. Разобрались с тем, как проводить обычную и дополнительную диагностику. Это конечно не все случаи, которые могут встречаться на практике, но данная база знаний должна быть у каждого начинающего мастера, чтобы понимать какие бывают типовые неисправности и как их определить. Если вам понравилось данное видео, то подпишитесь на канал и не забывайте поставить лайк под ним, а также сделать репост в социальные сети, чтобы другие люди увидели его. Этим вы очень сильно поможете развитию канала. Всем спасибо за просмотр и до скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok